В целях выявления, поддержки и реализации творческого потенциала талантливых исполнителей, воспитания у подрастающего поколения и молодежи уважения к моральным ценностям, патриотического отношения к традициям родной земли, формирования стойкой гражданской позиции, сохранения и популяризации песенного искусства в республике, состоялся открытый фестиваль-конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Молодая гвардия». Подав заявку и приняв участие, по итогам трех этапов прослушивания Екатерина Бжеленко, юная жительница Красного Луча, стала лауреатом конкурса, завоевала гран-при в категории «Детские коллективы и исполнители», а также «Денежный приз». Награду лично вручал председатель жюри фестиваля «Народный артист СССР» и ЛНР Иосиф Кобзон. В третьем туре я уже пела полностью одну песню «Милосердие». Спела я вроде как нормально, но гран-при я не ожидала. Ну, в общем-то, я очень рада этой победе. Она одна из, боже, это самая такая большая и крупная победа, которая у меня когда-либо была. Не успев отдохнуть после нелегкой борьбы в фестивале, Екатерину Бжеленко пригласили поучаствовать в концерте Иосифа Кобзона. Третьего числа, сразу после конкурса, мне звонит мама и говорит, Катя, сегодня мы едем в Ростов. Я такая, что? Ну, и, в общем-то, мы поехали вечером, ночью приехали, уставшие. И в пять часов вечера на следующий день, четвертого числа, был концерт. Я там на многих песнях Кобзона плакала, потому что это было очень круто. Выступали и дончане, тоже перед нами, и из Луганска тоже победители гран-при. Из Луганска было двое человек, и из Донецка трое. Нам, так сказать, выделили отдельный блок после антракта. Ну, в общем-то, я очень волновалась, но сцена там, конечно, просто не сравнится ни с чем. На данный момент Катюша занимается в студии Доминанта, является солисткой. За ее плечами нелегкий путь вокально-музыкальной деятельности. Она закончила музыкальную школу, училась вокалу у двух педагогов. В прошлом году ее заметила и пригласила к себе в студию преподаватель Антонина Поличук. Катюша принимала участие как в городских, так и международных конкурсах, где также завоевывала первые места. Ребенок очень талантливый, очень работоспособный, добрая, отзывчивая девочка, но трудится она, конечно, не по-детски. Потому что, ну, кажется, спеть. Что такое спеть? Но это очень большой труд, это нагрузки, это, если кто-то понимает и знает, это и бессонная ночь, это и выступления, и поездки, и праздники, которые не дома проводишь. Вот этот ребенок с этим справляется. В свою очередь, юная вокалистка собирается и дальше развивать творческие способности и покорять все большие вершины.